Следующая проблема, связанная с диссертациями, это то, что отсутствует какая-то методологическая работа по поводу анализа диссертации и проблем, которые в них существуют. Здесь нужно понимать, что диссертация может являться самостоятельным объектом исследования, и по итогам этого исследования могут делаться какие-то выводы значимые и решения. К сожалению, мне неизвестно, чтобы проводились либо какие-то конференции, семинары на регулярной основе, либо чтобы они вообще проводились по поводу диссертации по налоговому праву. Хотя это на самом деле важно, потому что в рамках таких мероприятий могут выявляться проблемы, обсуждаться пути их решения. Опять же, могут выявляться спорные проблемы и могут выявляться подходы, которые необходимо использовать при разрешении соответствующих спорных вопросов. Ну и, кроме того, на этих конференциях и семинарах могут выявляться примеры хороших диссертаций, которые могут впоследствии служить хорошим примером для написания будущих диссертаций. Мне, повторюсь, неизвестно, чтобы такие мероприятия проводились, но по другим отраслям они все-таки проводятся. И в качестве примера можно привести даже сборник статей по итогам соответствующих конференций. То есть, как видите, сборник достаточно свежий, он небольшого размера, и я, кстати, думаю, что с ним полезно ознакомиться даже, хотя сборник связан с гражданскими правовыми исследованиями, с ним, наверное, вполне полезно ознакомиться и тем, кто готовит диссертации по налоговому праву. Да, мне кажется, не только кто готовит, а кто участвует в защите этих диссертаций в качестве оппонентов, ну и научным руководителям тоже важно ознакомиться с такого рода материалами.